Как долго ждать массовое принятие? Что ж, давайте посмотрим на прошедшую революцию в деньгах. В 16 веке было радикальное предложение заменить золото. Золотые сертификаты, написанные на бумаге. Если вы думаете, что люди находят биткоин в страну, представьте себе время, когда люди говорили, что золото больше не деньги, а бумажки. Они сказали, ты должно быть шутишь. Эта идея была настолько радикальной, что потребовалось 400 лет, пока это не стало широко использоваться в обществе. Следующим в 1950-х годах были кредитные карты. С помощью кредитных карт людям теперь сказали, кусочки бумаги, на которых стоит государственная печать, теперь стало кусочком пластика, который имеет номер компании, банка на них. И это все. Но не волнуйтесь, вам в конечном итоге заплатят. Потребовалось почти 50 лет, чтобы это стало мейнстримом. Вы действительно начали видеть это в середине 80-х. Я помню, что в начале 90-х годов в большинстве стран Европы вы нигде не могли расплатиться кредитной картой. Я помню, как вернулся из Соединенного Королевства в качестве студента и посещал Грецию, Италию, Испанию с моей совершенно новой дебетовой картой виза. И для мальчика это была катастрофа, потому что я нигде не мог ее использовать. Итак, 400 лет для первой революции, 50 лет для второй. Я думаю, что мы сможем совершить биткоин-революцию менее чем за 15, может быть 20 лет. Мы увидим широкое внедрение формы цифровых денег, которая будет основана на общем, открытом, безграничном, криптографическом реестре. Будет ли это называться биткоин или что-то еще, я не знаю. Но это будет основано на этих идеях. Если ты не знаешь, где и как купить, продать биткоин по выгодному курсу, а также сделать это максимально анонимно и безопасно, то самое время изучить лучший в своей нише сервис по P2P обмену валюты LocalBitcoins. Здесь можно совершать операции с самыми разными платежными системами. Сайт полностью децентрализован, а продавец и покупатель максимально защищены от обмана. Я сам являюсь клиентом платформы уже почти два года и крайне доволен работой сервиса. В общем, обменивай, покупай, продавай биткоины и зарабатывай на этом через сайт LocalBitcoins. Ссылка на обзор и регистрацию будут в описании к видео. Мы в этой гонке. Причина, по которой мы участвуем в гонке, заключается в том, что правительства всего мира пытаются запретить наличные и перенести в нас другую систему цифровой валюты. Систему цифровой валюты с полным наблюдением, где правительство и банки полностью все контролируют. Где, если вы идете на неправильный протест или участвуете в неправильной политической партии, они переворачивают один бит в базе данных, и вы больше не существуете как личность. Вы находитесь вне экономического сообщества. Прощай, не можешь себя прокормить. Удачи. Я не хочу этого будущего, поэтому нам лучше подготовить свои задницы и быстрее создать решение для биткоина. Но через 15 лет, думаю, мы сможем это сделать. Хорошая новость в том, что нам не нужно строить инфраструктуру. Интернет уже есть. Да, хорошо, поэтому, чтобы быть по-настоящему популярным и быть успешным в мейнстриме, оно должно расти в цене, соответствовать капитализации фиатных денег. Это не причина, это следствие. Это не принимается, потому что оно не выросло в цене. Это повышается в стоимости, потому что это применяется. Слушает вопрос из-за аудитории. Да, я ожидаю, что биткоин будет несбалансированным. Вопрос был, как вы думаете, он будет сбалансированным? Биткоин не имеет особенно хорошего коэффициента Gini. Что это означает, что равенство собственности не так разнообразно, как должно быть или могло быть? Я думаю, что это в первую очередь из-за того, что он вырос. Вопрос из зала. Какие решения? Я не собираюсь выносить суждений. Идея в том, что у вас есть система богатства, где люди подверглись огромному риску при использовании полностью непроверенной технологии, потому что им показалось, что эта технология готова. Они вполне могут стать богатыми, что намного лучше, чем «мой дедушка убил чертовски много людей», чем «твой дедушка», который является основой богатства, который мы имеем в большей части нашего общества сегодня. Это правда. Если цена биткоина упадет до нуля, вы собираетесь выручать людей, у которых есть много биткоинов? Я так не думаю. Таким образом, они все еще рискуют потерять все. Потому что все, что мы делаем, это инвестируем. Любой, кто вложил деньги в биткоины, подвергается огромному риску потерять все свои инвестиции в любое время, которые мы вложили в эти технологии. Все может потеряться уже завтра. Это часть риска. Без риска, без награды. Никто не собирается спасать биткоин. С этой точки зрения, я думаю, что заработать богатство таким образом, это гораздо более верно, чем многие другие аспекты общества. Думаю ли я, что это самая равная система? Нет. Но я не думаю, что биткоин будет единственной системой, которую мы создадим. Биткоин — это испытательный стенд. Да, многие люди могут разбогатеть на биткоинах, но будут и другие криптовалюты. Будут другие децентрализованные реестры. Широкое принятие не означает просто биткоин. Это может быть совершенно другая система, построенная с нуля и гораздо более равно распределенная. Факт. Если вы думаете, что это большая проблема, начните с написания слова блокчейн в поиске, и что будет более равномерно распределено. Несите это в мир. Биткоин уже дал вам этот рецепт. Продолжение следует...